Акцент на импортозамещение и продвижение экспорта. Руководители белорусских дип-представительств обсудили работу в современных реалиях. Новые направления и логистические цепочки. Эксперты отмечают рекордный рост грузопотока из Беларуси в страны Азии. Хатыни общей истории и память. К масштабному обновлению мемориального комплекса присоединилась молодежь из России. И программа праздника, и большое обновление города Добруш готовится ко дню белорусской письменности. В эфире программа события в студии Ольга Онищенко. Здравствуйте. В Минске прошел ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Что обсуждали дипломаты, узнаем у нашего обозревателя Алексея Волкова. Акцент на вопросах импортозамещения в контексте противодействия западным санкциям. Сверить часы и выстроить планы дипломаты съехались со всех уголков планеты. Так Беларусь в этом году планирует на треть нарастить экспорт в Россию, заверил посол Беларуси в России Владимир Семашко. А на сотрудничество с Калининградской областью наша страна обратит особое внимание. У нас всегда были в Калининградской области, ввиду понятности расположения, радостном, это анклав российский и так далее, всегда были очень плотные отношения, вплоть до того, ну это и поставка и промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольственной и так далее, и строители наши там очень много работали, но ввиду вот определенных сейчас действий, которые приняли соседи и так далее, у них возникли проблемы. Ну, по большому счету, значит, Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и, в общем-то, те ограничения, которые были так вот неожиданно введены в период прошлого месяца, они, по большому счету, сняты. Кстати, отмечу, что совсем скоро Владимир Семашко на должности посла заменит Дмитрий Крутой, заместитель главы администрации президента Беларуси. В целом же направление работы понятное. Совместная работа с Россией, в том числе и в области машиностроения. Ну, а дорогу белорусских товаров на альтернативные рынки обсудили дипломаты уже с руководителями отечественных предприятий на семинаре в БелТПП. Участие в нем приняли полсотни дипломатов и около двухсот организаций. Беларусь сталкивается с санкционным давлением со стороны так называемого коллективного Запада. Многие вопросы, многие явления для нас понятны. Понятны их источники, понятна цель. Соответственно, ряд мероприятий уже было выработано. Сейчас скорректированы планы по наращиванию экспорта в страны дальней дуги. Есть соответствующие страновые мероприятия. Мы со всеми странами готовы и стремимся поддерживать хорошие торгово-экономические связи. Также заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что политическая карта мира широка. На белорусский товар всегда найдется покупатель, а транспорт и логистика, в свою очередь, будут способствовать работе бизнеса. Кстати, эксперты отмечают рекордный рост автомобильных грузоперевозок между Беларусью и азиатскими странами. Так, по маршруту Беларусь-Турция поток увеличился в пять раз, а в Грузию в четыре с половиной. Алексей, за счет чего сложилась такая динамика? Это результат активной работы наших транспортных компаний по освоению альтернативных маршрутов и построению новых логистических цепочек. Кроме того, чтобы сохранить поток и объемы перевозок, бизнес открывает представительства в Средней Азии и на Кавказе. Если сразу после закрытия европейского направления основным для переориентации белорусских дальнобойщиков был российский рынок, то на сегодняшний день мы наблюдаем интерес к странам Азии. Работать на этих маршрутах более рентабельно. Надо отметить, что полного прекращения перевозок со странами Евросоюза и сейчас не случилось. Причем по направлению Польша-Беларусь-Литва-Беларусь грузопоток во втором квартале по сравнению с первым увеличился более чем в три раза. Это можно объяснить тем, что ограничения на въезд белорусских и российских фур в Евросоюз не коснулись таких групп товаров, как пищевые продукты, энергоносители и удобрения. А на них сейчас как раз таки сезонный спрос. Кстати, позитивная тенденция наблюдается и на внутреннем рынке. Количество заявок на перевозки выросло во втором квартале практически на четверть. Предприятия Минской области в этом году планируют освоить выпуск свыше 150 товаров по импортозамещению. Это практически все сферы промышленности, за счет чего будем наращивать темпы. Продукция, которая станет заменой западной, будет экспортирована на миллиард долларов. Сегодня большой спрос на многие позиции в России, а также в странах Средней Азии. Особенно в АПК ценятся мясомолочные продукты. Хороший проект, который реализуется в Копольском районе нашим слудским сыродельным кабинетом. Мы планируем выпустить сухое молоко, быстрорастворимое, с пористой капиллярной структурой. Что это такое? По сути дела, это продукт, который в домашних условиях при использовании обычной питьевой воды можно получить цельное молоко. С учетом той проблематики, которая есть в мире с нехваткой продуктов питания, он будет востребован и в странах Азии, и в странах Африки. Также в АПК Центрального региона в этом году реализуют и новые проекты по производству мяса птицы в Смолевичском и Крупском районах. А также сыров типа камамбер с белой плесенью в Нарочанском крае. Спасибо. Обзору подготовил Алексей Волков. Больше новостей из сферы экономики и не только на сайте нашего телеканала беларусь24.by. Национальный павильон Беларуси на двух китайских платформах электронной коммерции открылся в Великом Камне. Инициатива призвана стимулировать торговое сотрудничество между двумя странами. Какие отечественные товары пользуются популярностью в Китае и какие перспективы открывает новая форма сотрудничества? Спросим у Кирилла Каратеева, первого заместителя генерального директора компании по развитию индустриального парка. Кирилл Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как работает вот эта новая платформа, которая открылась в Великом Камне, и какие она возможности предоставляет для белорусских компаний? Ну, действительно, на сегодняшний день электронная торговля во всем мире развивается стремительно, и особенно это видно в Китае. Например, в Китае более миллиарда активных пользователей смартфонов, и постоянно мы слышим о различных рекордах продаж, когда известные блогеры продают на просто баслостнованные суммы товаров. Вот в прошлом году за 12-часовой стрим было продано на 1,7 миллиарда долларов. Это вообще сопоставимо с товарооборотом отдельных стран годовым. Поэтому, конечно, мы, когда начали изучать в начале года, какие еще не раскрыты потенциал возможностей взаимодействия с Республикой Беларусь-Китаем, обратили внимание, что вот эта ниша, ниша электронной торговли в Китае, она, по сути, не представлена, не закрыта никем. Да, есть отдельные точечные какие-то товарные позиции, которые продаются, но это все хаотично, это все несистемно, это без гарантии качества. Поэтому посмотрели, определили, что на сегодняшний день две платформы очень популярны в Китае, это DaWin и Dindun. Dindun – это так называемый маркетплейс, ну, обычный маркетплейс уже, только очень популярный в Китае, это GD.com-площадка. А второй – это TikTok, китайская версия TikTok, сервис по обмену короткими видеосообщениями, только с ним привязан интернет-магазин. И вот в этом как инновация, и это очень популярно в Китае. Поэтому обратились с такой инициативой в государственные органы, чтобы нам, как компании по развитию индустриального парка, предоставили статус национального оператора вот такой электронной платформы, электронного национального павильона торгового. Нам такой статус дали, дальше мы получили сертификат, зарегистрировались на этих платформах, создали дизайн определенный, но потом начали наполнять товарами. Но какие товары сегодня представлены, уже представлены на платформе национального павильона, и как будет этот ассортимент, возможно, расширяться в будущем? Мы хотели начать очень быстро, и даже хотели начать раньше, 12 мая, на день парка, приурочить открытие этих павильонов. Такая у нас идея была. Не все получилось технически, к сожалению, но в любом случае, из-за того, что хотели начать оперативно, мы решили работать с тем ассортиментом, который прямо сейчас есть в Китае. Он ограничен, к сожалению, опять-таки из-за вопросов логистики, но вместе с тем. Поэтому в начале продаж и сейчас выставлено буквально несколько позиций. В первую очередь, это шоколад белорусский, это различные снеки, чипсы, хлопья. Поэтому вот с таким ассортиментом работали. То есть, повторюсь, это ограничено, и то, что было в Китае. Мы просто его выкупили у китайских дилеров и предоставили конечному китайскому потребителю. А самое главное то, что даже с этим небольшим ассортиментом ты его предъявляешь очень огромной китайской аудитории. Вот здесь преимущество для наших белорусских производителей. Потому что вот эти две платформы, одна платформа – это вот тот же TikTok. 600 миллионов человек каждый день пользуются активно платформой, соответственно, это потенциальный покупатель. А JD.com – это полмиллиарда уже состоявшихся покупателей в течение месяца. То есть, это колоссальная, колоссальная аудитория, с которой нужно работать и которой можно продать на самом деле все. Ну, как откликнулись ли наши еще какие-то другие компании, наши белорусские производители, и вообще интересно ли им это? На самом деле, да, конечно. Вот тот ассортимент, который сейчас есть, мы уже заключили соглашение, это «Спартак», это «Коммунарка», это «Витьба», это «Белпродукт». Вот с ними подписаны договора, и где-то два десятка предприятий, с которыми мы сейчас ведем активное взаимодействие, сотрудничество. А обращение еще больше. Просто у нас есть и наши китайские сотрудники в штате компании, так скажем, фокус-группа, которая отбирает те позиции, которые будут интересны китайскому рынку, китайскому потребителю. Их порядка 40 позиций таких выбрано, поэтому мы не все заявки, к сожалению, на текущий момент можем обработать. Но вот порядка 20 предприятий, порядка 40 товарных позиций, они будут скоро представлены на наших платформах. И причем ассортимент достаточно широкий. То есть это будет и молоко, это будут и стейки говядины, это будет и рапсовое масло, и продукция, потребительские товары, например, лен в перспективе, стекольная продукция. То есть это будет постоянно расширяться, и ближайший вот уже очередной контейнер, мы уже готовим несколько контейнеров, которые привезем, ну, наверное, в течение месяца-двух в Китай, и уже больше еще усилим позиции нашей платформы. Немного времени прошло с момента открытия, тем не менее, что уже удалось реализовать, что продается лучше всего? Буквально три недели работают эти платформы, этот павильон. 5 июля у нас состоялся такой пробный стрим, куда мы пригласили и посла Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, и известных блогеров белорусских, которые достаточно серьезную аудиторию имеют китайских подписчиков. И с ними буквально за пару часов объявленного стрима мы продали продукцию на 135 тысяч долларов, это где-то 22 тысячи покупателей, а в целом вот за три недели 165 тысяч долларов, 28 тысяч заказов. Что привлекает больше всего китайских потребителей? Натуральность. Натуральность белорусской продукции. Опять же, где-то хочется прикоснуться к стране, да, то есть мы же не только продвигаем, как коммерческую платформу, мы рассказываем в целом о стране, поэтому привлекает все. Но в первую очередь, конечно, то, что это, да, это действительно натурально, это здорово, это, если говорим, вот продукция из стекольной промышленности, это созданная вручную, то есть вот эти вот все вещи, они очень интересны китайскому потребителю. Если говорить вот про топ, то, что продавалось и то, что нашло самый главный отклик у китайского потребителя, первое место это шоколад, но не просто шоколад, а обычный, это в первую очередь горький шоколад, где содержание какао более 75%, потому что все остальное это очень сладко для китайцев, поэтому, если мы говорим о конфетах, это конфеты больше где вафельная начинка. Вот такая позиция, опять же, она принята китайским пользователям, потому что это как бы более здоровая пища, да, более такое спортивное даже где-то питание. На втором месте чипсы. Как ни странно, белорусские чипсы, да, они, во-первых, форма длинные, прямоугольные, она необычная, она была принята китайским потребителям. Во-вторых, они менее жирные, они так берутся на руки, то есть, соответственно, у потребителя ощущение, что это качественно, натурально. На третьем месте это хлопья, овсяные хлопья различные, которые в Китае, как казалось, принято употреблять с кефиром. Вот это, пожалуй, топ-3, ну а на самом деле, да, опять-таки, все натуральное, все, что сделано вот с натуральных, естественных продуктов, все, что для здоровья, то оно будет очень сильно пользоваться популярностью, потому что, ну, тренд на правильное питание, да, конечно, конечно, Китай здесь, как и все. Ну что ж, спасибо. На вопросы программы ответил Кирилл Каратеев, первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка. Далее в программе события подготовка ко дню белорусской письменности, вступительной кампании новой специальности и проекты белорусских кинематографистов. Вернемся в студию через несколько минут. Это программа события на Беларусь24, и мы продолжаем. Добруш станет центром празднования Дня белорусской письменности в этом году. Как идет подготовка к торжеству и какая программа ожидается? Узнаем у нашего обозревателя Светланы Черновой. В городе модернизируют инженерные сети, ремонтируют дороги и обновляют культурный ландшафт. Реконструируют инфраструктуру райцентра от замены водопровода до фасадных работ. Ремонтируют спортивные объекты. Также запланирована установка памятника Ивану Шамякину, народному писателю Беларуси и уроженцу Добрушского края. Все работы завершатся в течение августа. Грядущий праздник письменности приурочили Году исторической памяти. Мы возложим цветы и ко всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, уроженцы Добрушского района и мирные жители, и те, которые воевали в рядах партизан, в рядах Красной армии. И вот эту церемонию мы осуществим одновременно во всех братских захоронениях Добрушского района. Тем самым продемонстрируем наш такой мощный, основательный, благодарный жест потомков тем, кто отстоял независимость нашей страны. Гостей 29-го дня белорусской письменности ожидает насыщенная двухдневная программа, фестиваль книги и прессы, интерактивные площадки, мобильные музеи, военно-историческая реконструкция, футбольный фестиваль и многое другое. В Беларуси продолжается подача документов в ВУЗы и СУЗы. Какие специальности самые востребованные? Сколько времени есть у абитуриентов, чтобы определиться с будущей профессией? На бюджетные места высшее учебное заведение набор уже завершен. Самыми популярными у абитуриентов традиционно стали специальности в области медицины, правоведения, международных отношений и IT-профиля. Высокие проходные баллы зафиксированы и на педагогических специальностях. На платное обучение документы можно подать до 8 августа. Для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых ВУЗов отдельные сроки. Отмечу, внутренние вступительные испытания в ВУЗах пройдут по 2 августа. Зачисление на бюджет завершится 4 августа, а на платной основе – 10 числа. В эту вступительную кампанию расширены льготы для поступающих. Без экзаменов зачислят выпускников спортивно-педагогических классов, целевиков, поступающих на сельскохозяйственные специальности, а также сдавших единый госэкзамен в России при поступлении на платной основе на наиболее востребованной экономикой специальности. Абитуриентам весьма полезно отслеживать конкурсную ситуацию, предварительную конкурсную ситуацию. Для этого каждые 3 часа информация обновляется на соответствующих источниках информации, в сайтах, стендах, вузах. В последний день информирование завершается в 5 часов. Не в 3, как это было несколько лет назад. После завершения приема в ВУЗы также еще будет продолжен прием на уровень среднеспециального образования и на бюджетную форму, и на платную, а также учреждения профтехобразования. К слову, в этом году в ВУЗах появятся новые специальности. Среди них урбанология и сити-менеджмент, биоинженерия и биоинформатика, а также геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность. Всего университеты планируют зачислить на первый курс 53,5 тысяч абитуриентов. Вступительная кампания сейчас идет и в среднеспециальных учебных заведениях, подают документы выпускники 9-11 классов, а также иностранцы, которые зачисляются в учреждения образования на основе международных договоров или прошедшие подготовительные отделения в учреждениях образования. В этом году в ВУЗах также появятся новые специальности. Ко всебелорусской молодежной стройке присоединились молодежь из России. Кто приехал помочь в реконструкции мемориального комплекса Хатыни? Белорусским отрядам из вузов Бреста и Гомеля помогают члены молодежных парламентов из 20 областей России. О совместной белорусско-российской работе по восстановлению нашей святыни договорились во время форума регионов Гродно. Хочется не просто приехать на какую-то экскурсию, посмотреть, это все очень замечательно. Именно хочется приложить какое-то малейшее усилие к реконструкции такого великого комплекса. Великая Отечественная война отразилась на каждой семье, как в Беларуси, так и в России. И мы можем лишь сделать малую часть, сохранить память наших предков. Отрадно, что и наши братья из России чувствуют свою причастность к этому и считают для себя важным именно молодежь принести свой вклад в укрепление как в прямом, так и в переносном смысле исторической памяти, которая у нас общая. И вот этот отряд является, по сути дела, первым таким волонтерским добровольным отрядом. Ребята из России, которые приехали, также принят участие в укреплении, в том числе часовни, а также отработке кладбища деревень, а также подготовке фундамента для дороги. Напомню, статус Всебелорусской молодежной стройки объекта мемориального комплекса «Хатынь» присвоен указом президента. Спасибо. Обзор подготовила Светлана Чернова. Национальная киностудия «Беларусьфильм» готовит к показу четыре художественные ленты. Две комедии «Белорусско-узбекский боевик» и национальный проект «Мы едины». О новых проектах и продвижении наших лент на зарубежной площадке спросим у генерального директора Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимира Карачевского. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, над чем сегодня работает ваша большая единая команда и когда все-таки ждать премьер? У нас сейчас в работе, помимо того, что есть анимационное кино, документальное кино, у нас четыре больших киноленты. У нас три киноленты – это совместное производство у нас с нашими партнерами и один проект – это национальный проект, посвященный истории нашей страны. Два проекта – это у нас жанровые фильмы, комедии, мелодрамы. Мы снимаем с российскими партнерами. В этом году белорусский и российский зритель увидят уже в кинотеатрах в декабре месяце комедию «Оливье», в которой снимаются белорусские артисты и известные российские артисты, такие как Сергей Шакуров, Ирина Пегова и другие. Также у нас сейчас идет работа над очень интересным проектом. Мы впервые вошли в производство с Узбекистаном. Делаем такой боевик, экшен. Режиссер молодой специалист из Узбекистана, Махамат Алийскандеров, хочет получить боевик, который будет в первую очередь нацелен на молодежную аудиторию. Поэтому сложные предстоят съемки. И в августе уже будет съемочный период у нас как раз в Беларуси, на нашей натурной площадке, на других объектах. И в этом году осенью мы должны войти в съемочный период с фильмом, посвященным истории нашей страны. Непростой часть нашей истории, когда Беларусь была разделена в две части. Это 20-е, 30-е годы 20-го столетия. А жизнь людей в те времена... Это тот самый громкий национальный проект, который называется «Мы едины». Но это пока рабочее название «Мы едины». Как вы понимаете, то, что бывает, называют с самого начала, это может быть в конце название поменяться, будет зависеть от того, что получается, какая идея закладывается, что на выходе, после того, когда... Поэтому это еще не окончательный вариант названия фильма. Пока рабочее название «Мы едины», да. Перед тем, как вступить в производство, была большая работа несколько раз переписываться сценарии, изучались архивы, изучалась пресса того времени. Были консультации с историками, потому что хочется максимально делать подобный фильм, который бы отражал ту эпоху, костюмы, характеры, события. Поэтому это большой полнометражный фильм для большого экрана. То есть возможности Беларуси фильма сегодня позволяют фактически работать в любом жанре? Ну, конечно. У нас киностудия полного цикла. Кроме того, мы поменяли подходы при создании фильма. Мы набираем сейчас съемочные группы на проекты, не держим в штате. Мы приглашаем специалистов, как белорусских, так и зарубежных при необходимости. И у нас подтверждением является наша международная команда на всех наших четырех проектах. Когда у нас есть специалисты из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Германии и других стран, потому что мы хотим получить востребованный проект. Поэтому в этом году мы представим зрителю, как я уже сказал ранее, одну работу. И у нас весной предстоит уже, как раз уже мы должны представить две работы, наши два больших экшена, и потом еще один комедийный фильм, который мы делаем с нашими российскими партнерами. Но это не говорит, что мы только над этим работаем. У нас сейчас идет подготовка к другим фильмам. Мы потом, как только получим подтверждение, возбуждены все договоры, то мы представим еще те фильмы, которые должны начаться в производстве еще в этом году. Вот эта вот обещанная премьера, которая будет в нынешнем году, как вы сказали, новогодняя. Да. Такой подарок под елочку. Сможешь поспорить со всем известными елками? Он немножко в другом жанре сделан. Это такая комедийная мелодрама, ближе к фильмам, которые делал квартет И. Это где есть интересные диалоги умные, где есть интересная актерская игра, где есть разговоры каких-то наших ценностей. И мы рассчитываем, что это фильм, который сможет собрать зрителей в семейном кругу и заставить улыбнуться, о чем-то задуматься хорошем. Ну и фильм, чтобы потом каждый год попадал в шорт-лист любимых фильмов к Новому году. Зарубежные компании часто выбирают нашу площадку для своих съемок. Почему? Первое, у нас комплекс услуг здесь в Беларуси есть. Киностудия, как я сказал, это киностудия полного цикла, где у нас есть и техника, и павильоны, и натурная площадка, и реквизит, и костюмы, и мы можем постпродакшн делать, и у нас тон-студия есть. Кроме того, Беларусь, она только наличие специалистов, и нормальные цены. Здесь еще есть несколько важных факторов. Это развитая инфраструктура, удобная логистика по перемещению, потому что бывает, если надо снимать где-то в городе, в Москве или Петербурге, то для того, чтобы снять два часа, это надо огромное количество времени потратить на передвижение. У нас в этом плане проще и удобнее. Ну и плюс, я сказал ранее, что у нас есть условия для работы съемочных групп, и очень удобно здесь все в комплексе получить. Ну а как сегодня наши белорусские киноленты продвигаются на зарубежных площадках, если продвигаются, и каковы кассовые сборы? Вы знаете, до недавнего времени мы только присутствовали чаще на телеканалах, не попадая в кинопрокат. Это благодаря уже нашим совместным картинам, там, будь это уроки Фарси, либо это судьба диверсанта, в кинотеатры смогли попасть. Помимо того, мы начали присутствовать не только на центральных телеканалах, но и на региональных телеканалах. Плюс мы более активно начали работать в интернет-пространстве. Мы присутствуем на YouTube-каналах. Можно по всему миру сейчас посмотреть фильмы и смотрят у нас зрители по всему миру. Кроме того, у нас есть партнеры, которые продвигают, продают отдельные единицы фильмов в те или иные страны. Некоторые фильмы у нас были проданы в Японию, есть фильмы, проданные в Южную Корею, есть фильмы, проданные в Китай. На интернет-платформах появились наши фильмы, поэтому мы работаем более активно. Мы за это время, за последние два года, провели большую нейтрализацию в нашей кинобиблиотеке. У нас более 650 фильмов игровых, 2000 документальных, 300 анимационных. Это большое наследие, которое мы не только храним, мы сейчас стараемся максимально его представить во всех источниках, которые я уже назвал ранее. И, кроме того, благодаря поддержке государства, мы занялись восстановлением наших фондов, потому что некоторые фильмы нуждаются в реставрации, фильмы, которые востребованы. Реставрация, цветокоррекция, звукокоррекция. Плюс для выхода на зарубежные рынки нужно и субтитрирование, и дублирование. Поэтому мы и занялись этим вопросом. И вот благодаря всем мерам, которые мы приняли, нас можно увидеть уже больше, чем было ранее. Спасибо. На вопросы программы ответил генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский. Итоги анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе «АТН» «Главный эфир». Все проекты нашего телеканала есть на сайте беларусь24.by, а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова